Введение в ОП. Создавай список пустой. Создавай пустой список, назовем его лист ниже подчеркивания. Переменная лист. И когда я прошу тебя создать список, значит у нас в питоне есть структура данных список. А структура данных список это такая структура, которая хранит в себе данные разных типов. И она выглядит так, это просто квадратные скобочки. Вот эта штука называется структура данных список. Давай мы с тобой это запишем. Это структура данных список. Структура данных это такая штука, которая хранит в себе данные разных типов. Как бы структура данных это получается контейнер. Это контейнер, который хранит в себе данные разных типов. Это контейнер, который может в себе хранить данные разных типов. Ну, слово еще Передхранить лучше написать может Потому что он, по молчанию, ничего не хранит Итак Он может хранить у нас данные разных типов Что это значит? Это значит, что по сути Ты мне можешь вот эти квадратные скобочки Один написать Один, потом написать сюда Здесь какую-нибудь строку, твоим имя написать Да, все, что угодно Ты можешь написать здесь слово Тест, все, что угодно Это получается такая структура, которая при ez себя данные разных типов Ты знаешь, что ты можешь написать какую-нибудь функцию передать там неважно все что угодно потому что передать до какой-то объект положить это неважно далее что дальше нам нужно понять что вот давай представим что у нас нету вот как ты добавишь элемент вот к этой структуре данных я прошу тебя добавить допустим цифру 2 сюда вот есть припишу значение плюс 2 как вот нам нужно сюда положить значение я хочу чтобы здесь еще появилась один запятая допустим тест запятая 2 в конце двойку добавь списка ли запишу просто лист дрови звуком перемену ты будешь руками здесь писать да вот так вот правильно а давай представить с тобой что у нас этот код находится где-то там наверху а ты находишься на у тебя внизу там миллионная строчка внизу и у тебя есть только доступ к этой переменной у тебя по сути к коду доступа нету давай представить ситуацию что тебя наверху там 10000 строчек кода у тебя только из доступ переменных года в новой чеки у тебя только переменная а вот это ты вообще не видишь где там наверху написано да просто напишу лист и я тебе говорю мнение сейчас сейчас да я тебе говорю говорю тебе нужно добавить в список те же бой список элемент чтобы что будем делать и здесь уже без знания выбирать по этот репутатор активней поэтому запустились даст тобой покернула справа наверху справа наверху мы что запустились покернула справа наверху справа наверху целый кирнул выбираем запускаем байдер вами все запускаем выбираем далее если на экзамене ты не сделаешь у тебя ничего не заработает понял все запомнили далее а теперь еще один момент давайте расскажу так мы с тобой создали структуру данных и поместили туда два объекта один объект это у нас объект типа int 2 объект объект типа стр стринг что дальше теперь нам нужно по сути добавить сюда новый элемент но доступа к верху у нас уже нету у нас уже нету доступ к этим квадратным скобочкам да представим свою эту ситуацию мы не мы эти свои скобочки можно найти где-то на верху они да тебе нужно добавить в этот в эту структуру данных новый объект ну допустив руку 2 как-то сделать а мы уже не можем козер без знания о.п. без знания объекта не тем программировали мы не можем это сделать нам нам нужно понять сейчас следующее беги наверху оказывается оказывается вот во первых вот это и вот это и вот это тип записи он эквивалентные сейчас я напишу вот я напишу вот так вот лист сейчас лист круглые скобочки вот этот тип записи оказывается он эквивалентный невероятно но факт да что это значит и значит что если мы с тобой верхнюю за коменте и попробуем нижнюю за отработать запускай ничего не поменяется обратите внимание видно я щас работаю вот обновили обновили каши видишь получается вот то что мы пишем так лист круглые скобочки обратимая что не будет работать скобочку так то есть ты должен в лист передать еще тип данных карты чтобы отработала это все вот второй момент вот эти записи они во первых эквивалентного вторых нам нужно написать что внизу напиши что вот эти записи эквивалентные а лучше это сделать вот здесь он где-нибудь на 3 на 3 квадратные скобочки и равно поставим вот так вот лист круглые скобочки вот эти штуки эквивалентный пишем и что это значит у меня спросишь зачем нужна эта информация вот квадратные скобочки лист это одни и те же записи просто когда ты скобочки называется синтаксический сахар то есть эти записи не данные записи эквивалентные записи или конструкции коля далее пишем дальше следующее квадратные скобки это синтаксический сахар синтаксический сахар так я понял а а вот лист круглые скобочки это уже это квадратный что это синтаксический сахар синтаксический сахар создания списка но пока те это ничего не какой-то там сахар до синтаксический а вот у нас а 2 это интереснее это уже явное создание объекта типа список это явное создание объекта типа список или объекта типа лист это явное создание объекта типа лист но здесь создание тоже объекта происходит наверху обрати внимание но ты видишь какое счастливое объекта что за что происходит вот то есть на самом деле вот эти записи корректно и только вот эта запись наверху падать кубочки как ты думаешь и удобнее чем вот это то что внизу удобнее нажать эту кнопку чем писать 5 кнопок нажимать 5 кнопок до одну кнопку нажать удобнее чем писать нажимать кнопок правильно можно нажать квадратные скобки и и получается синтаксический сахар это конструкция которая облегчает жизнь программисту то есть как раз это это напиши что это просто упрощенная оптимизированная конструкция просто упрощенная оптимизированная конструкция во благо разработчикам типачни такой там в конструкция для удобства использовать для удобства программирования разрабом для удобства программирования разрабом то есть записать для нас придумали такую штуку как 7000 как синтетический сахар который нам жизнь облегчает это так здорово представляешь и такие таких синтетических конструкций у нас много в языке пайтона вот но пока нам нужно знать что у нас есть такая штука сердечки сахар далее вот самое важное сейчас в этом уроке это тоже понять что вот это и вот это это создание объекта вот это и вот это но пока для тебя понять создание объекта еще непонятно но пока давай запомню что вот эта штука значит квадратные скобочки рисковые скобочки это создание объекта внизу создание объекта явное наверху создание объекта неявное давай продолжим дальше пора поработать что же такой объект хорошо давай начнем с того что сначала на эти поговорю про garbage collector у нас есть понятие оптимизация памяти в питоне называется гармоши коллектором и вот это что значит то что ты можешь создать мне создание лист 2 равно лист 1 лист 2 равно лист нижней почетками 1 равно лист 1 низовой пробелы ставить пробелы между этими запускай теперь две переменные знают где находится объект лист 2 знает адрес объекта и риса не знает адрес объекта правильно но пишем на объект ссылается переменные на объект ссылается до переменные объект ссылается до переменная что дальше а давай мы с тобой теперь подумаем что кто вообще оптимизирует память питоне мы вручную или это будет автоматически какой-то инструмент какой-то инструмент в питоне мы с тобой не думаем о памяти это не си плюс плюс и не си язык и так далее да и поэтому питон медленнее потому что за нас кто-то там это все очистит а что значит чистит вот данном случае у тебя на объект слайд для переменные вот давай так я сейчас возьму и удалю и убью твой твой переменную лист 1 у тебя объект будет существовать или он очистит логовися почему будет потому что мы уже происходит значение лист 2 лист 1 получается когда на объект это ссылается он живой да есть я напишу лист 2 и выведу на экран то тебя он появится на экране согласен запускай чеку две руки и два руки и две руки внизу и внизу 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 да хорошо ты запустил все ячейки лучше ранула нажимать на верхусь кнопочка рано это удобней хорошо давайте на учечки на учеке вот место все отработали да что дальше там на что-то побежала немножко как вижу не важно так хорошо а теперь что мы что сделаем вот лист делали мы удалили лист 2 запускаем посмотрим что получается так начнем с того что вот здесь вот где вот ты написал лист 1 равно про то скобочки лист 1 равно округа скобочки да ты создаешь объекта но то класса давай посмотрим какого класса создаешь объекта чтобы узнать какого класса с ваш объекта нам нужно просто писать функция type положить туда кругов функции так круглые скобочки и туда наш перемен на присвоить здесь два функции так круглые скобочки это положить наш переменную хорошо какого же типа объекта создаешь у тебя название перемена опять какое-то волшебство получилось но я уже да хорошо запускай смотри хорошо получается ты создаешь объект типа лист вообще справа что я создал то есть перемены находится объект типа лист обратите внимание что объекты создаются от какого-то класса да то есть это этот объект класса лист правильно лучше напиши что не объекте по листы лучше объект класса лист это будет более корректно объект класса лист да то есть объект это ребенок какого-то класса правильно ну давай мы стой посмотрим кто же родитель вот если лист вот это это уже ребенок ты споришь на него давай глянем на родителя а чтобы глянта родителя нужно ввести а функция также выпрямила написала лист подай мы тот лист просто ячейку просто напишем капель не этот лист thôi кучу чеку любую а во первых класс это контейнер для функций ты вижу здесь класс класс лист да подожди не убегаю туда не убегай твоей возвращаемся смотри вот во-первых класс это контейнер для функций вижу тут много функций в одном классе это понятно просто мы взяли функции не не как-то разбросали аккл функции в один класс объединили все здорово да то удобно сейчас тебе все как работает смотри как создаётся класс у нас есть ключевое слово класс для нам класс название класса и вот это это параметры класса обычно эта штука делать для наследования то есть наш класс от кого-то наследуется вот здесь то что в круглые скобочках мы наследуемся от кого-то нам это из тобой никогда не будем использовать поэтому просто слушай и не и не запоминай вот короче вот эта штука это у нас мы наследуемся отказу от какого-то класса операция наследования позволяет нам полностью передать все свойства и методы атрибута то есть все свойства методы классно наследуемся подожди убегай бери вниз в лист далее стой видишь тут есть какие-то декораторы оверлоуд но на экзамен нам этой знание не нужны и вот эти занят должны экзамене нужны но что нам нужно экзамене нам нужно уметь работать с аупы это максимум понял сейчас мы начнем на цене вот получается класс это контейнер для функций методы функции в классе называются вот эта штука называется фу это называется метод в классе да но для тебя это обычная функция а в классе мы назовем вот эту штуку методом то есть обычная функция классе звать методом переменная в классе будет называться атрибут класса вот мы сейчас создадим какую-нибудь переменную напишу и number равно один у тебя пишется но то есть вот эта штука называется переменная но она называется в классе атрибут у нее свое имя атрибут но вообще вообще в обычной жизни ты как ты говоришь это переменная да ну а это мы называем в классе атрибутом класса а вот эту штуку ты говоришь это как бы функция но в классе она превращается в название метод класса это просто звание хорошо с этими знаниями вооруженные давай-ка мы с тобой напиши конспект что поехали даже не на фишка стекаться давайте создать свой класс назовем у класс например лист если же подчеркивание зовем так вас или может назвать классы и твое имя как хочешь там можно назвать класса любой использовать главное чтобы содержание класса отвечала за его название вот это у нас лист ну например класс ли сда только не забудь ниже подчеркивать иначе мы с тобой попадем на пространство имен если ты замуж поставить вот это у тебя будет красная гореть и ты получается перезапишешь уже класс понял перезаписами не хотим давай открывай скобочка две руки две руки давай давай две руки открывать тело 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 открывать везде одинаково тело всегда одинаково открывается внутри скобочки это открывается параметры а тело как открываем еще нет как тело открывается функции тело класса тело цикла как открывается не это как же двое . тело открывать двое . пишем справа чтобы открыть тело нужно тело класса правильно а вот это тело я какой открыл вот это тело примерно тело функции правильно дэв мэйн я открыл тело функция это функция да а вот это тело вот все что вот внизу это уже тело пошло правильно и чтобы открыть тело нужно поставить двоеточие правильно далее хорошо тело открыли пока не надо смещать мы дальше пойдем не так смотрим теперь мы напишем комментарий сейчас вот так мы напишем сейчас надеюсь задержки нету все корректно далее пиши сюда так что переменные в классе называются атрибуты в кого есть переменные в классе называются атрибутами класс а а функции в классе называются методом класса функция в классе называется методом класса хорошо вот у нас есть два понятия методы класса и переменные в классе и атрибуты в классе до или лучше можем так можем с тобой написать так метод класса эта функция эта функция да ну короче важно далее смотри теперь поговорим так что а мы открыли тело написали комментарии писали написали давай садим с тобой какой ну давай напишем создадим с тобой переменную в классе атрибут класса создадим нет давайте мы создадим атрибут класса запустить свою ячейку а теперь давай воспользуемся функцией дир у нас есть волшебная функция дир называется в ячейки запускай функцию дир и и что эта функция делает и ты знаешь нет нет не знаешь смотри вот функция дир у нас есть она получается показывает атрибуты и методы объекта ну просто показ атрибуты и методы класса показ эта штука показ атрибуты метода неважно класс там объекты чего угодно просто напиши что показывает атрибуты методы хорошо давай посмотрим какие есть атрибуты и методы у нашего класса но чтобы класс у тебя корректно запустился нужно еще здесь поставить так многотощие хорошо вот у нас тело пустым давай клади сюда в дир нашу наше название класса клади передалось до лист активней хорошо запускай запускай ага терминал внизу берете не нужно еще что вот это это методы в классе и эти методы называются дандер методы когда два нижние подчеркивание это читается как дандер метод можете это записать свет когда-то метод и в данном случае как считается первый метод у тебя дандер слова дандер класс дандер дальше как читали с другом дальше как читается андрик у дантер дилет артур не важно короче дандер дандер дилата дандер дикты и так далее далее пишем 2 по черке не читается как дандер 2 нижнее подчеркивание это дандер , магический метод нижних подчеркивания в начале и в конце если будет 2 нижних подчеркивания в начале это уже инкапсуляция это вообще другое классно да если тебя будет 2 нижних подчеркивания в начале то это уже вообще другое это типа инкапсуляция которая тебе не нужна вот и себя будет описано так вот 2 1 до типа 2 нижних подчеркивания класс то это значит то что ты пытаешься скрыть свою переменную или скрыть свой метод от внешнего воздействия поэтому это читается уже не как дандер это считается просто как класс потому что нету 2 нижних подчеркивания в конце понял да и вот эта штука вытащи другое поэтому пока не ладно смотри далее теперь обрати внимание что у тебя есть какой-то данный класс но в твоем классе же нету функции д в класс у тебя же то нету откуда у тебя это взялось то у тебя в том классе нету функции д в класс у тебя нету функции там нету нету метода деф там был атор у тебя же это нету в классе откуда у тебя же общую функция показывает что это есть нужно оказывается но я тоже начни зал среж оказывается в питоне оказывается все классы наследуются от класса обжиг неявно вот так вот вечно безом обжиг напиши где-нибудь это что питоне все классы неявно а наследуются от обжиг и на этом закончим слушать питоне много чего происходит неявно писаешь как здорово да так питоне питоне все классы наследуются а так от обжиг все классы наследуются от обжиг далее хорошо ну вот смотри как мысли как я могу складывать видишь набор равно один а набор . а д д равно 2 то есть это обычно сложение просто на сайте когда мы пишем нам бар типа нам бар плюс 2 вот это под капотом вызывается . данда а д д д круто когда ты пишешь плюс у тебя под капотом вызывается и кайф да да об этом я поговорю потом уже но в другом уроке но уже интересно да вот все на сегодня домашка обязательно поставить видео который скинул там вот в чатике хорошего дня